Наша семья, наша победа. Под таким названием в этом году в Самаре пройдет Парад памяти. Он призван напомнить жителям города о мужестве предков, проявленном во время Великой Отечественной войны. Подготовку к шествию обсудили на заседании Оргкомитета, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Парад памяти удовлетворяет связь времен и превосходность поколений, объединяет жителей России, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм. Это действительно народный проект. Зародившись как местная инициатива, он притягивает в себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями. Важно подойти к подготовке Парада памяти неформально, а творчески. Ведь это по-настоящему живой проект, он продолжает развиваться, обретать новые грани. Напомним, 7 ноября 1941 года на главной площади запасной столицы состоялся военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Только парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пронеслись 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. Было такое решение, и такая важность была проведения этого парада, что были сосредоточены в Куйбышеве войска, и буквально после недельной короткой строевой подготовки торжественным маршем прошли по площади Куйбышева. Имело это международное значение в отношении союзников, которые тоже видели о том, что Советский Союз сражается, у Советского Союза есть силы и средства для того, чтобы одержать победу над противником. С 2011 года в Самаре каждый год 7 ноября проходит военный парад «Парад памяти». В этом году его проведут в 14-й раз и посвятят теме семьи. Прохождение парадных расчетов впервые будет музыкально сопровождать Центральный военный оркестр Минобороны. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, События.